Бизнес, деньги, политика, власть – все самые последние разработки и мировые лидеры. Здесь и сейчас Международный Петербургский экономический форум. Петербургский международный экономический форум стал по праву считаться одним из лучших в мире, где заключаются многомиллионные сделки, куда стремятся мировые влиятельные политики и бизнесмены. И это еще, безусловно, ярмарка тщеславия. Автомобили владельцев здесь только последних моделей. Внешний вид участников с иголочки, а каждый стенд, представленный компанией – это как новый тренд фэшн-индустрии. Каждый год разный и блестящий. Так, компания «Урал Кали» привезла и высадила прямо в павильоне тысячи живых цветов, орхидей и модных гортензий. Тренд попал прямо в точку, совпал с годом экологии в России и новой коллекцией «Дольче Габана». Здесь на стенде представлено достаточно большое разнообразие разных видов цветов. Например, у нас есть здесь и стрелецы, есть у нас и орхидеи, есть у нас и даже гортензии свежие, и даже женское счастье. Даже есть у нас здесь настоящее гранатовое дерево. Все площадки, которые находятся на питерском форуме – это законодатели мировой моды и разных всяких трендов. Здесь как раз и узнаются последние передовые технологии. Люди могут посмотреть с ними, ознакомиться, узнать для себя много интересного. И затем уже эти технологии идут в массы. Главным предметом обсуждения стала экономическая стратегия России в новых условиях. И следующий год было решено. Пройдет под слоганом национального бренда «Made in Russia». Это новая стратегия национального проекта. Центральным мероприятием форума стало пленарное заседание с участием президента Российской Федерации Владимира Путина, премьер-министра Индии Нарендры Моди, федерального канцлера Австрийской Республики Кристиана Керна, а также президента Республики Молдова Игоря Дадона. Поэтому внешний вид должен быть соответствующим. Карманы хорошо пришиты? Хорошо. Пуговицы хорошо? Хорошо. Есть претензии к пуговицам? Нет. Пришиты намертво. Но костюм носить невозможно. Тех людей, которые обращают внимание на моду, следят за ней, я думаю, что это тоже, так скажем, возможность обогатиться с точки зрения знаний и впечатлений. Представители многих зарубежных стран и компаний выбирают Петербургский международный экономический форум как эффективный инструмент продвижения своих собственных инвестиционных проектов. В этом году этой возможностью воспользовалась страна-гость Республика Индия. В состав броска одета делегация доходил до 400 человек во главе с их премьер-министром. В этом году Индия и Россия справляют 70 лет дружбы, и я думаю, что форум ее только укрепит. Будут заключены новые контракты, и я счастлив, что мне посчастливилось сюда попасть. Индия — страна со своими традициями в одежде. Если вы поедете в Батьялоу, то там женщины носят брюки. Если в Дели, то там обожают гагра-стайл. А весь юг носит шелковые сари. Индия очень разная, но наша фэшн-индустрия — это Болливуд. После Болливуда, который устанавливают фэшн-трендинг. Также Республика Сербия отличилась красивым павильоном и новыми предложениями. Если вам не удалось до сих пор быть в Сербии, быть в Белграде, приезжайте к нам познакомиться с нашими ресурсами, нашим потенциалом и с нашими мужчинами. Практически вдвое по сравнению с прошлым годом увеличилось количество мероприятий. 127 ивентов прошли в форматах панельных сессий, круглых столов, теледебатов, бизнес-завтраков и бизнес-диалогов. Беларусь уже не первый год принимает участие в Петербургском международно-экономическом форуме. Тем не менее, национальный стенд, национальные позиции мы организовали впервые. И, в принципе, мы, естественно, так скажем, наш основной партнер — это Российская Федерация. Но, тем не менее, мы уверены, что те компании, которые сегодня представлены на стенде, также найдут новых партнеров как из числа представителей России, так и других стран, которые принимают участие в форуме. В международном экономическом форуме мы привезли все самые наши последние новинки. Например, уникальный препарат «Треволон», который содержит в своем составе 300 и 600 миллиграмм экстракта валерьяны. Ну, на данный момент как раз такое межсезонье в Петербурге, я думаю, будет очень популярен и рыбий жир, вот, с витамином А и Д, укрепит иммунитет петербуржцев и не только. Впервые после трехлетнего перерыва в рамках ПМФ состоялся бизнес-диалог «Россия-США». А вы читали эти отчеты? Я читала не классификацию. Я публично-общественную версию, которую не засекречено читала. На полях форума прошли заседания деловой двадцатки, конференции БРИКС и ШОС. Впервые собралось рекордное количество участников. Более 14 тысяч представителей бизнеса, глав международных организаций, официальных лиц, экспертов, ученых и журналистов из 143 стран мира. Мы представляем Республику Татарстан. Идея наших нарядов такова, что на поясе вы видите объявление. Это наш контактный телефон, это наш адреса, электронный адрес и сайт инвест-портала, на котором вы можете найти всю информацию. Это очень удобно. Любой, кто желает получить информацию о Республике, может подойти, сорвать ленточку. Давай, скажем так. Вот таким образом. И получить ее, сохранить себе. А мы взамен берем его визитку и наложим таким образом неформальный контакт. В этом году на Петербургском форуме было подписано 475 инвестиционных соглашений и меморандумов на общую сумму около 2 триллионов российских рублей. Учтены соглашения, сумма которых не является коммерческой тайной. Но отпраздновали все это с размахом на самых зажигательных приемах и вечеринках олигархов Дерибаски и Прохорова под группы популярных исполнителей. Ксения Голд. Специально из Петербурга.